Новое медицинское оборудование, лапароскопическая стойка, поступила в распоряжение хирургов Лазина-Петровского филиала Щелковской областной больницы. Аппарат дает возможность провести визуальное обследование внутренних органов. На третий-четвертый день пациент самостоятельно покидает больничную койку. Врач-хирург Андрей Сутугин – один из трех хирургов в филиале, который опробовал лапаратуру в действии. Это лапароскопическая стойка отечественного производства, которая позволяет через небольшие проколы в передней брюшной стенке проводить операции на органы брюшной полости. Те, которые я перечисляю, это желчный пузырь, это грыжи, это аппендициты, в том числе и острое состояние, и спаечная болезнь брюшной полости, и перфоративные язвы желудка, 12-перстной кишки. В первый же день после подписания актов о вводе в эксплуатацию хирурги провели диагностическую лапароскопию больному с острой хирургической патологией, а на следующий день – плановую операцию по вскрытию просвета желчного пузыря пациенту с осложнениями желчекаменной болезни. Восстановительный период для пациентов пройдет в кратно меньшие сроки, а это значит, что хирурги смогут оказать помощь большему числу пациентов, которые, к слову, едут в больницу из соседних городов и областей. Медицинские услуги здесь оказывают бесплатно в рамках программы ОМС. Мы с использованием этого оборудования сможем продолжить и наращивать объемы по лапароскопическому вмешательству на органы брюшной полости в виде холецистектомии лапароскопических, удаления грыж лапароскопическим способом, апендектомии в экстренном порядке проводимых. Ну и будем осваивать новые методики – Аппарат заменил собой устаревшее оборудование, прослужившее 15 лет. За последние полтора года ласинопетровские врачи выполнили порядка 150 операционных вмешательств. Новое лапароскопическое оборудование позволяет проводить вдвое больше маловазимных операций – тех, что входят в золотой стандарт оказания медицинской помощи пациентам хирургического профиля. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.